Девушки отдыхают И я приветствую всех тех, кто задал мне вопросы, а также всех тех, кто вообще присутствует, наличествует в этой самой группировочке ВКонтакте, в группе, я уже даже не знаю, людей, которые мною интересуются. Хочу вам сразу сказать, что я вам очень благодарен, потому что я человек скромный, мне всегда казалось довольно странным, что люди меня знают, что люди мною интересуются, что я до некоторой степени в каких-то кругах популярен. Наверное, мне это нравится и меня это удивляет, потому что я никогда ничего не делал для того, чтобы этой популярности добиться. Никогда ни к чему не стремился и, в общем-то, жил себе спокойно, работал, делал то, что мне нравится. Ну, и это принесло определенные плоды. Некоторые из этих плодов представляются мне довольно-таки удивительными. Вот, в частности, то, что существует такая группа. Узнал я о ней совсем недавно, ну, может быть, полгода дома назад. И меня это настолько впечатлило, что я тут же предложил Максиму, да, я тут же предложил Максиму, который координатор этой группы, вот тут вот имеется Юля, Дема, вот, что-нибудь такое сделать, да, чтобы вам тоже было приятно, так же, как мне вдруг стало приятно. В общем, короче говоря, вопросы и ответы. Вопросов очень много, на какие-то я буду давать ответы пространные, на какие-то очень короткие. Вадим Михайлов, не кажется ли вам, что музыкальная индустрия уже лет 15-20, как наступил кризис идей, конца которому не предвидится? Ну, если говорить о музыкальной индустрии, то есть именно индустрии, то тут, наоборот, идей очень много и перемены разительные. То есть вся музыкальная индустрия сейчас перевернута непонятным образом. Стержень музыкальной индустрии, так как она развивалась на протяжении всего 20-го века, а именно индустрия звукозаписи, стержень вообще сломан. Рекорд-лейблы плачат жалкое существование. Носители, как вы знаете, стремительно подменяются скачками, то есть скачиваниями. Так что в музыкальной индустрии, наоборот, сейчас хаос, революционная ситуация, масса новых идей, никто вообще не знает, к чему это приведет. Но если говорить о собственно популярной музыке, то тут, да, я боюсь, что последние лет 15-20 новых идей очень мало, таких настоящих прорывов не было. То есть я бы сказал, что, скажем, в конце 80-х, естественно, это музыка техно, в середине 90-х это музыка, скажем, drum and bass, всякий digital dub, dubstep и так далее. Вот ничего, ничего принципиально нового. После этого в рок-музыке, в электронной музыке, на мой взгляд, не было. Естественно, имеется масса всяких новых названий, всяких модных терминов, какие-то, ну, там, все что угодно по строку, прикол и далее по списку. Вот, но сказать, чтобы это были совершенно новые, какие-то принципиально свежие вещи, нет, я не могу. Как правило, все это так же, как перед этим, там, какой-нибудь grunge или grid, grid, hop. В общем-то, скорее, это то, что означается английским словом recycle, то есть, когда перерабатываются какие-то старые идеи, запаковываются как-то в какую-то новую оболочку, более аппетитную. Вот, но ничего такого, чтобы сказать, вау, такого я не слышал. Вот, хотя есть, естественно, масса талантливых артистов и артистов, которые искренне пытаются придумать что-то такое непохожее, и я очень ценю их и стараюсь их по возможности в программе, которая теперь называется «Стерео Вуду» пропагандировать. Вот, но, но опять же, мы, наверное, были просто очень избалованы тем, что происходило в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, когда действительно происходила какая-то невероятная экспансия в музыкальном мире, и каждый год приносил какие-то совершенно удивительные открытия. Да, и сейчас такого, к сожалению, нет. Арсан Тарамов, какие, на ваш взгляд, перспективы музыки и музыкального бизнеса в будущем, влияние, актуальность, иначеность? Похожий вопрос. Относительно перспектив музыки я ничего не могу сказать. Я сам, к сожалению или к счастью, не музыкант. Заниматься аналитикой какой-то в области музыки – занятие, как мне кажется, беспроспективное и неблагодарное. И единственное, что я могу сделать, это выразить надежду на то, что вся вот эта вот цифровая революция, которая происходит в муз-бизнесе, муз-индустрии и так далее, и вообще как бы во всем околомузыкальном пространстве, в пространстве музыкальных коммуникаций, в пространстве, которое становится все более размытым в том смысле, что музыка соединяется с мультимедиа, с видеоартом, с какими-то новейшими компьютерными технологиями, с какими-то новейшими коммуникационными технологиями, что это, собственно, окажет какое-то серьезное воздействие на саму эту музыку. Пока что этого не произошло, пока что очень многое изменилось в том, как музыка делается, но не в том, что эта музыка из себя представляет. Одно я могу сказать абсолютно точно, что, наверное, «Золотая эра» уже позади. Не думаю, что будут еще такие фантастические, такие вдохновенные, упоительные времена, как то было лет 30-40-50 тому назад. Может быть, музыка станет не столь важной в дальнейшем, как она была раньше, но в то же время, конечно, можно быть абсолютно уверенным в том, что музыка никуда не денется, что она будет жить и звучать, будет создаваться новой музыкой, будет огромное количество людей, которые будут увлечены тем, чтобы эту музыку и писать, и записывать, и играть, и еще больше людей будут увлечены тем, чтобы эту музыку слушать. Так что тут все в порядке, причин для опасения нет. Назовите три имени музыкантов, творчество которых наиболее сильно влияет на умы современной прогрессивной молодежи, как вы относитесь к современным музыкальным процессам, спрашивает Авдотья Павловна. По-моему, я уже довольно много на эту тему сказал. В целом отношусь к современным музыкальным процессам с большим интересом. То есть я не считаю, что сегодняшняя музыка хуже, чем та музыка, которая была раньше. Просто раньше было больше динамики, вот и все. Сейчас как бы уже слишком многое сделано, да, слишком много всего уже пройдено, исследовано, опробовано и так далее. Но это вовсе не означает, что та музыка, которая создается сейчас, скажем, что она менее интересна или менее талантлива, чем та музыка, которая создавалась в 60-е и 70-е годы. То влияет на умы современной молодежи виднее самой молодежи. Я вам скажу честно, мне в следующий месяц, в общем-то, фактически ровно через месяц, мне исполняется, Верончик, сколько? 58 лет. 58 лет. То есть ни по каким параметрам, ни к какой молодежи я не отношусь. Та молодежь, с которой я общаюсь, это или молодые музыканты, а это, в общем-то, такая вполне определенная каста, или это, скажем, мои университетские студенты, а это тоже публика достаточно специфическая. Поэтому я не претендую на то, чтобы я знал и чувствовал ум и настроение современной молодежи. То есть если я их знаю и чувствую, то скорее, может быть, это касается каких-то вопросов социальных, политических и так далее, а не музыкальных. Потому что, ну, я не знаю, мне совершенно неинтересна та музыка, которую, как мне представляется, большинство молодежи сегодня любят. Будь что какая-то дурацкая клубная музыка, там, или R&B, я уже не говорю о попсе, там, и прочих кошмариках. Поэтому кто влияет на умы современной молодежи из музыкантов, я не знаю. Думаю, думаю, что это по-прежнему люди, которые, в общем-то, хорошо известны и влияют на умы уже очень и очень давно. Будь то Джон Леннон, будь то Джим Моррисон, будь то Боб Марли, пусть то Саша Башлачев, Сергей Пурехин, Виктор Цой. То есть, в общем, какие-то очевидно мощные, великие люди, творчество которых, в общем-то, прошло красной нитью через жизнь и мироощущение очень многих людей уже не одного поколения. И мне кажется, что среди такой уж совсем музыкальной, актуальной молодежи нет, к сожалению, таких людей, которые влияли бы в такой же степени. Во всяком случае, среди рокеров я таких людей не вижу. Среди представителей других музыкальных направлений, по-моему, никто на это даже и не претендует. Ну, то есть, смешно говорить о том, что Леди Гага может на что-то влиять, да, если говорить о бумах, а не только там о каких-то гламурно-танцевальных рецепторах. Так что, вот, тролицу такую назвать не могу. Денис Сергеевич спрашивает о моем отношении к группе «Пикник». Как бы никогда мне группа «Пикник» не была интересна. То есть, я никогда их не ругал. По-моему, как-то плохо или пренебрежительно о «Пикнике» я не высказывался. Знаю я эту группу очень давно, то есть, я впервые услышал, где в самом начале 80-х годов, думаю, 81-82 годы. Черт не знает, сколько времени тому назад, 30 лет. Вот, и как бы эта группа, которой так особо не придерешься, то есть, Эдман Штлярский, такой вполне себе состоявшийся человек с авторским видением и своим почерком и так далее. Вот, но просто их творчество меня всегда оставляло абсолютно равнодушным, как в музыкальном, так и в лирическом плане. При том, что я люблю музыку такую темноватую, мрачноватую и не слишком позитивную, но как-то у «Пикника» все это, на мой вкус, завязано каким-то довольно тоскливым образом, поэтому никогда на меня это впечатление не производило. И опыт рок года за годом планирую для Артемии взяться за подобные проекты, рассказывать о джазе, о котором, как он сам говорит, знает практически все. Ну, во-первых, я никогда не говорил, что о джазе я знаю практически все. То есть, было время, когда я джазом очень интересовался, вот, особенно авангардным джазом, ну, скажем так, тем, что пришло уже после бибопа, кипула, то есть, авангардный, ну, то, что называется новый джаз, да, то есть, всякие ребята, начиная с Калтрейна и заканчивая, ну, скажем, такими-то современными импровизаторами. Вот, ну, традиционный джаз, я знаю, не слишком хорошо и никогда особо им не увлекался, так что не думаю, что я мог бы на Ниве джаза распахать такую же поляну, как на Ниве Рока в программе опыт рок года за годом. Так что нет, о джазе рассказывать не собираюсь, извините, не считаю себя морально вправе это делать. Дима Буток. Так, значит, несколько вопросов. Артур Ли, группа Love, ну, на самом деле, вам нужно просто послушать группу Love, может быть, почитать о ней в интернете и так далее. Артур Ли, как, конечно, фантастический гитарист, очень интересный парень. В принципе, как бы это такой синевой Джимми Хендрикс, то есть, один из очень немногих рокеров, который, как бы, перебросил мостик от черных к белым, или от белых к черным, и соединил, скажем, психиатрическую рок-музыку, которая, в общем-то, конечно, была всегда своим достоянием белой расы, с такой вот афроамериканской традицией, и соуловой, и блюзовой, которая, в общем-то, скорее черная, понятное дело. И он гораздо менее известен, чем Хендрикс. Мне Хендрикс нравится больше, я честно скажу, чем Артур Ли. Тем не менее, для всех людей, которые серьезно интересуются музыкой, конечно же, это имя достойно того, чтобы его изучать и раскапывать максимально глубоко. Расскажите, что вы думаете об Игоре Тальпой? Интересно, Артур Ли, к Игорю Талькову. Игорь Тальков, значит, я познакомился с Игорем Тальковым незадолго до его смерти. Я тогда, как иностранно, работал начальником музыки на российском телевидении, в это трудно поверить, да, но это был 1991 год, такой достаточно веселый и революционный. И тогда, где-то весной 1991 года, я познакомился с Тальковым, он мне понравился, я его почти не знал, потому что, ну, я жил в совершенно ином мире, в таком рокерском, авангардном и так далее. Этот Тальков к рокерской тусовке вообще никак не относился. То есть при том, что он, скажем, написал песню, посвященную Виктору Цою, но надо сказать, что связей с миром рок-н-ролльщиков у него вообще никаких не было, я имею в виду личная связь. То есть тусовочно он находился просто в параллельном мире. Мне было интересно с ним общаться, разговаривать. Как мне кажется, это был умный и талантливый человек, писал очень искренние песни, многие из которых по содержанию мне были крайне близки, потому что, ну, вот, скажем так, протестное настроение Талькова, его, скажем так, антисоветские настроения я в полной мере разделял. Поэтому, скажем, ну, если говорить профессионально, то я договорился о том, что мы тогда по российскому телевидению довольно много его показывали, в том числе записали целый большой концерт Талькова на стадионе в Минске. Ну, а потом произошла известная трагическая история, абсолютно загадочная и непонятная. Ну, естественно, общение наше прекратилось. Боюсь, что знал я Талькова недостаточно хорошо для того, чтобы, скажем, сейчас вам высказывать о нем какие-то глубокие мнения. Что касается до его музыки и его песен, ну, скажем так, в музыкальном отношении это то, что называется по-английски not my cup of tea, то есть это не совсем то, что я люблю. Я все-таки люблю музыку более затейливую, но у Талькова музыка была очень прямолинейная, хотя я не считаю, ну, по крайней мере, его поздние песни попсой. Это, скажем так, такой вот поп-рок, такой популистский, такой распевный рок. Интересно, кстати, то, что наши рокеры, насколько я понимаю, Талькова так и не приняли. Скажем, если послушать какие-то наши ортодоксальные рок-станции, типа наше радио, да, вы никогда не услышите там Талькова. При том, что, на мой взгляд, в его песнях, по крайней мере, в некоторых рок-н-ролла, ну, гораздо больше, чем во многом там говне, которые они ратируют со страшной силой. Почему так произошло, ну, я могу только догадываться. Я думаю, что просто потому, что, вот, опять же, тусовочно-тусовочно, Тальков никак, никаким своим боком к рок-среде нашей не примыкал. А жаль, может быть, может быть, если он навращался бы в этих кругах, а не в кругах каких-то этих шансонье, бандитов, певиц, там, типа Азиза и так далее, вот, думаю, что жизнь его вполне могла бы продолжаться и по сей день. Ваше мнение о Модерн Докинг, особенно о втором периоде, значит, Модерн Докинг – чудовищная, плевотная группа, которую я терпеть не могу. Я вообще не понимаю, как такое говнище, как Модерн Докинг, могло завладеть умами русской советской молодежи. Могу вам честно сказать, что уже даже в Германии этот коллектив давно забыли. Зато у нас, в России, то есть, вот, настоящая месть немцев за Сталинград. Модерн Докинг называется. Ваше мнение о Ките Ричардсе. Видели вы его живьем, брали интервью, читали бестселлер лайф. Кита Ричардса я живьем видел, интервью никогда не брал, общались мы с ним несколько раз, поскольку, ну, вообще, как бы с Роллингстом я знаком лично. Достаточно неплохо, хотя я уже очень давно, последний раз их видел. То есть, Джаггера я видел в последний раз в ресторане в Нью-Йорке. Ну, это было относительно, недавно было, 4 тому назад. Всю команду, ну, последний раз я с ними активно общался, наверное, тогда, когда они приезжали в Москву, и это какой, 98-й, по-моему. 98-й. Да, и это 98-й год. Вот, Верунчик подсказывает. Самое сильное впечатление от Кита Ричардса это рукопожатие с ним. У него какая-то совершенно нечеловеческая рука. Она абсолютно мягкая и гибкая, будто бы резиновая. То есть, такое ощущение, что в его руке просто нет костей. То есть, это или наркотики у него там всю костную ткань разъели, или просто он такой вот физиологически феноменальный человек. Ну, Кит Ричардс это, конечно, нечто. Так же, как Мик Джаггер, это явление не только музыки, это явление природы. Я его очень люблю и очень уважаю. И потрясающий совершенно дядька. Книжка лайф у нас есть. Мы ее, честно, купили перевод на русский язык, по-моему, или по-английски. Но она очень толстая. Вот я когда вижу толстую книжку, то меня охватывает какая-то тоска, какое-то матерное слово, да, потом. Но когда же я все это буду считать? Потому что, в общем-то, времени у меня мало. Так, Александр Латыф. Что вы посоветите начинающим рок-группам в России и в каком направлении двигаться? Ну, я не знаю. Я считаю, что сейчас вообще для продвижения, для самопродвижения возможностей очень много. То есть, те времена, когда, я помню, ко мне там приходили косяками группы и жаловались на то, что их не берут на радио, что их не берут на телевидение, какой ужас, мини-формат, нас не хотят, там прочее, прочее. Эти времена прошли, потому что телевидения, считайте, вообще нет. Вот, это просто какое-то быдловидение, где нормальная музыка, я уже не говорю, хорошая музыка, просто нормальная музыка, там вообще не водится просто. Радио, опять же, идет вниз топориком, ну, есть там какие-то приличные станции, вот, но в общем и целом они не особо влияют на карьеру артистов. В общем, радио, так же там, как скажем, пластинки, это сейчас такой, как бы, приятный бонус, а вот меня по радио крутят, а вот я вот выпустил тиражом 500 экземпляров свой новый альбом, то есть это как бы приятно, это престижно, но сказать, что это как-то сильно отражается на абсолютно карьеры, нет, естественно, нет. Есть интернет, и в этом интернете вы можете делать все, что угодно, то есть вы можете откусить там такой кусок, на который вам хватит зубов и таланта, поэтому все, на самом деле, в ваших руках имеется масса примеров того, как люди с нулевым бюджетом, проживающие в каких-то чертовых медвежьих углах, прекрасно с помощью интернета делали себе национальную в случаях даже и глобальную карьеру, причем как в прочих странах, так и отчасти и у нас в России тоже. То есть надо дерзать, надо завоевывать цифровое пространство, используя для этого всем известные ресурсы, будь то YouTube, будь то социальные сети и соответственно, если вы достаточно интересны, если вы достаточно талантливы, то я уверен, что так или иначе успех к вам придет. Другое дело, что полагаться тут можно только на себя и на своих близких друзей. Всякие продюсеры, инвесторы, лейблы и прочее об этом забудьте. То есть вы должны действовать самостоятельно. И в этом смысле, конечно, перед каждой группой задача становится гораздо более широкой, чем это было раньше. То есть если раньше задача была только писать интересную музыку и как-то адекватно записываться, то теперь частью этого творческого процесса является и такой self-promotion, то есть продвижение самих себя в интернете. Съемка каких-то микробюджетных видеоклипов, какие-то акции в виртуальном пространстве, какие-то интересные, оригинальные, инфицирующие массы народу движения, опять же сетевые. на мой взгляд это интересная задача. То есть помимо музыкантов вы становитесь еще и какими-то такими партизанами-маркетологами. это по-моему для молодых людей и амбициозных людей это какая-то симпатичная штука. Почему в России музыканты так и не научились качественно играть музыку? Сергей Гагарин спрашивает. Согласны ли вы с тем, что прошлое поколение естественных музыкантов дискредитировало идеи высокопрофессионального исполнения своего творчества, привело к тому, что многие молодые музыканты сарказмом произноса слова «восочетание русская группа», «предпочитает песен английского языка», «взячественно желает свернуться с Россией». Еще вопрос. Назовите группу «Новы Волны», появившись в России, ставшей значимым явлением для общества, кроме «Нойзу НС», «Нойзу НОГУ». Комплименты «Нойзу НС». В чем причина политичного отношения молодых музыкантов к проблемам общества? Может ли искусство наше сочетать как вещь в себе? Понятно. Ну, по поводу низкого уровня наших музыкантов, я не настолько критично к этому делу отношусь. Я считаю, что у нас имеется масса музыкантов и групп, которые технически играют очень хорошо. То есть все они знают, все они умеют, инструменты у них хорошие, аппаратура у них хорошая. Сказать, что какие-то они, значит, наглые халтурщики я никак не могу. Наследственность, конечно же, тяжелая. То есть у нас поколение музыкантов 70-х и начало 80-х годов было просто-напросто лишено и репетиционных бас, и хорошей аппаратуры, и дорогих инструментов и так далее. собственно говоря, концерт проходили на квартирах вроде этой. И очень сложно, разумеется, если всю жизнь отбиваешь ритм на коленках и прицаешь по акустической гитаре за 12 рублей, вот очень сложно стать каким-то крутым, профессиональным, современным музыкантам. Тем не менее, в общем-то, я думаю, что в последние десятилетия все развивается достаточно органично и примерно так же, как и во всех остальных странах. Ну, а что касается до социально-политической пассивности, ну, по всей видимости, очень многие музыканты просто не интересуются этими вопросами. Это уже претензии не к музыке, а к нашей молодежи в общем и целом. С другой стороны, я все-таки не сказал бы, что пассивность какая-то такая всеобщая и абсолютно поглощающая. Потому что, скажем, когда ровно год тому назад мы с Васей Шумовым с Сашей или в низком затее или акцию под названием «Белый альбом». Так вот, в этот «Белый альбом» записи прислали более 350 групп и музыкант. Была самая разная музыка, от панк-рока до камерной инструментальной музыки, массы электроники, массы всяческого лоу-фа и так далее. Но вообще записей пришло очень много, в том числе и от известных музыкантов. Ну, скажем, группа «Браво» группа «Трематорий» и так далее. Даже Стас Навин прислал свой трек, да, то есть я не сказал бы, что это свидетельствует о том, что всем все гофигу. Думаю, что многих это просто не интересует, многие считают, наверное, что это никак не скажется в положительном плане на их карьере, то есть имеет, может быть, место и какая-то трус и так далее. В принципе, конечно же, мотивации тут могут быть самыми разными. Я не считаю, что музыканты обязательно должны активно в своем творчестве отражать какие-то происходящие в стране процессы. То есть если их это не трогает, то пусть лучше они будут искренними и честными перед самими собой, и пусть они делают ту музыку, пишут ту лирику, которая действительно идет у них от сердца, они пытаются на потребу дня что-то такое актуальненькое сочинить. Пожалуй, все, что я могу сказать по этому поводу. Я лично, я лично всегда, ну, поскольку сам себе был человеком ангажированным и неравнодушным в самых разных отношениях, мне всегда были интересны и симпатичны, скажем так, те артисты, которые откликались на те процессы, которые в обществе происходят, которые не заключали себя в эти самые башни слоновой кости и пытались каким-то образом и комментировать происходящее событие, может даже влиять на них. На мой взгляд, это просто интересная задача и как в творческом, так и в чисто человеческом, таком экзистенциальном, я бы даже сказал, плане. Но если у людей этого нет, то обвинять их в этом я не могу. Я могу обвинять только халтурщиков, трусов и приспособляться. Это да. А люди, которые просто летают в абстрактных сферах, да, у всех разные музыки, я сам скажу. Searching Experience могли бы назвать отличительные черты русского рока. Можно считать, что низкое исполнительское мастерство, плохую лирику и отсутствие идей русские ротки разменяют надуманным понятием, как духовность или идейность. Знаком с поклонниками русского рока, которые утверждают, что Pink Floyd это бездуховная группа, которая ради бабла музыку писали, а скажем, группой кино. Это, в связи с душевные тексты песен, в которые запрещены глубокие смыслы. Но я бы сказал, что в критике русского рока и в тех кругах, которые вообще русский рок предпочитают называть термином говнорог. Кстати, не я этот термин изобрел, я много чего другого изобрел, но говнорог это не мое изобретение. Так вот, во всей этой критике с одной стороны много справедливого, с другой стороны есть какие-то переклесты. Скажем, я не считаю, что плохие тексты являются отличительной чертой русского рока. Могу сказать нечто прямо противоположное. Я, в общем-то, человек двуязычный, английские тексты понимаю практически так же хорошо, как русские, и должен сказать, что на мой взгляд, если как бы измерять такую среднюю температуру тела по больнице, то я бы сказал, что уровень лирики у русских рок-групп в общем-то выше, такой вот среднеусредненный, среднеузвешенный, чем, скажем, у английских и особенно у американских, где сплошь и рядом случается так, что фантастическая музыка и совершенно какая-то никчемная, в общем-то, не имеющая вообще никакого значения лирика. Для Америки это обычное дело, для России как бы это не очень хорошо, потому что, да, должен быть месседж, должна быть какая-то душевность, сердечность и так далее. И, в общем-то, таких вполне адекватных поющих поэтов у нас очень много. То есть, это не обязательно только Башлачев, Грибинчиков, Макаревич и еще несколько обычных подозреваемых, Гилл Шевчев. В общем-то, в общем и целом у нас имеется масса рок-групп с вполне внятной, поэтичной и грамотно прописанной текстовой и лирической стороной. Я считаю это как раз скорее сильной стороной русского рока. Слабой стороной русского рока я считаю абсолютную вторичность и в общем и целом неинтересность музыки. И это причина того, почему, несмотря на какие-то отчаянные усилия, особенно в конце 80-х годов, ни одна наша рок-группа не стала, скажем так, фактом какого-то глобального рок-пространства. связана именно с тем, что музыка неубедительная, вялая, неубедительная, вторичная, эпигонская, не обязательно плохо сыгранная, иногда сыгранная неплохо, но как бы в общем и целом блеклая и неизобретательная. Это действительно большая проблема. вот скажем, вот у меня вот скажем иногда в машине звучит наше радио по прихоте водителя Виктора, ну любит он этот жанр. Вот, и я это слушаю и иногда обращаю внимание на довольно занятные тексты, и в то же время в музыкальном отношении это, 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 конечно, просто караул, это дико однообразно, но тут еще надо сделать скидку на то, что наше радио это вообще такой крайне умилый формат, который не дает даже какого-то маломальского представления о таком узком явлении, как русский рок. То есть даже вот в этом русском роке они нашли какой-то вот такой вот пятачок такой с центром в районе группы Чаев примерно. и вот этот вот пятачок, вот этот самый унылый такой Чаев, Чиж там и прочее на букву Ч, ну и там еще какие-то буквы и вот это, конечно, полная тоска. Это просто ужас. Ну, к счастью, у нас есть какие-то довольно веселые и неоркодоксальные неплохие группы, но их на русском радио, я боюсь, вы не услышите никогда. Тьфу, на каком русском радио, на нашем радио. Таисия Литвинова тоже спрашивает о том, что делать музыкантам, я уже сказал, интернет, ребята, дерзайте, весь мир у ваших ног, вот, и сесть раскинута, так что вперед. бегущие мысли, какие радиопередачи АКАП советовал прослушиванию как русские, так и зарубежные. Ну, я вам честно скажу, что зарубежные радиопередачи я в последний раз активно слушал где-то в начале, даже, может быть, в середине 70-х годов, когда я слушал все, вплоть до свободной Европы на румынском языке, поскольку там было много всякой свежей информации сейчас, но из того, что у нас имеется в радиоэфире, естественно, я могу порекомендовать программу свою под названием StereoVoodoo, которая выходит на радиостанции ROG FM понедельник в 9 вечера, повтор в четверг и это имеется и в сети тоже на ROG FM .ru Какие еще программы имеют смысл слушать из наших, я не знаю, я слышал, что интересное программирование на радиокультура, что там что-то такое есть в занимательном музыкальном плане, но я не знаю ни названия программы никогда не слышал. В общем и целом, если говорить вот о таком радиоэфире, в музыкальном потоке, пожалуй, ничего порекомендовать не могу, то есть есть как бы такая ласково-буржуазная с китчевым оттенком музыкальная жвачка это на радио Серебряный дождь, есть такая уж совсем такая литургическая, но приятная на слух это радио Релакс FM Радиоджаз я не слушаю, классику я тоже по радио не слушаю, ну а во всяких радиостанциях типа вот эти самые русское радио тут и говорить нечего, то есть за такое программирование я считаю надо, ну сталинист сказал бы расстреливать, вот я сказал бы надо делать артистам цирка вот или что-нибудь еще такое в общем ужас вот неплохая станция Rock FM но это для любителей такого гандового классического рока вот тем, кто это любит вперед мне как бы лично мне этой музыки недостаточно потому что я человек совершенно незаточенный таким ностальгическим образом мне не интересно слушать в 20-й раз там Doors или группу Keno или группу Rolling Stones или Beatles или кого-то еще но очень многие люди они как раз от этого балдеют ну и прекрасно и вперед по крайней мере точно знают что речь идет о качественной мысли значит Артур Гриулин деградация многих печатных изданий радиотелеканалов которые ориентируются на так называемую неформальную культуру про А1 всем все известно по нашему радио Максу в основном такой шланг крутить даже группу нервы мы вообще не знаем что за нервы такие умудрились спустить изданий мало остается журнал ровесника исчез прокомментировать эту ситуацию мысли по поводу решения этой большой проблемы я не считаю что это проблема вообще понимаете то есть была бы проблема и с этим и с тем и с тем что делать молодым группам и с тем вообще как жить дальше если бы не одна маленькая деталь если бы не один великий божий дар под названием интернет понимаете интернет все эти проблемы решает нафиг вам телевидение если есть ютюб нафиг вам радио если есть миллион интереснейших интернетовских подкастов, торрентов и все такое прочее. Если вам лень на это тратить время, так скажите, лень, охота просто пнуть кнопку и все. Но если так, то значит вы не настоящий меломан, потому что если вы хотите находить интересную музыку, то в общем-то какие-то минимальные усилия все-таки для этого прилагать надо. Так что добро пожаловать в сеть про радио, телевидение и так далее. Не знаю, я считаю, что можно в принципе просто забыть, потому что в конце концов это уже позвчерашний день, история отсталая. И вообще, к сожалению для меня, скажем, я любитель аудионосителей, меня только там. Дальше будут вопросы, сколько носителей насчитывает моя музыкальная коллекция. Очень много, десятки тысяч, вот их дикое количество. В основном в CD, но опять же имеются тысячи винила и прочее, прочее. Я вот эти вот штучки, вот эти вот изделия, я их очень люблю. И в последнее время, особенно в последние годы, я все чаще сталкиваюсь с тем, что какой-то интересной музыки, про которую я знаю, я точно знаю, что эта музыка мне нужна и что она мне понравится и так далее. И вот этой музыки вообще нет на аудионосителях, никаких, ни виниловых, ни сидюках. И существует она вообще только в интернете. Для меня это неудобно. В общем-то я скорблю по этому поводу, но сделать ничего не могу. Но сказал я об этом только к тому, что на самом деле интернет дает все, что нужно. Весь необходимый рацион со всеми возможными витаминами музыкальными в интернете имеется. Так что нефиг скорбеть по всяким отсталым рудиментам 20 века. Иван Гуцак, ваше отношение к независимым исполнителям. Юлия Зюникова, дочь Манрова и Кеннеди, Юлия Тузова, Белканова, Вранемир, Марина Борисшенкова, Рады Ексерновенко, Ольга Орехова и так далее. Вот Белканова я вообще не знаю, что они все знают хорошо. Создаюсь впечатление, что независимую музыку сознательно не пускают в широкие массы. Создаются искусственные рейтинги и купленный формат. Кто платит за этот отдельный вопрос, просто создает впечатление, что нацию сознательно оболванивают. Такие монстры, как Алиса, сами пробиваются, несмотря на грех он, а менее известные не могут. Мы слушаем пародию телевидения «Шланг». Ваше мнение по регулированию этого вопроса. Ну, по поводу сознательного оболвания, ванья, тут я спорить не буду, но это сознательное оболванивание, оно происходит в гораздо более широких масштабах и не ограничивается замалчиванием дочери Монро и Кеннеди, Светы Чапуриной и Юлии Теонниковой. То есть оболванивание у нас идет по всем федеральным каналам 24 часа в сутки. И это в первую очередь просто политика властей, которые абсолютно не заинтересованы в том, чтобы люди имели выбор, чтобы люди имели доступ к чему-то такому, что властям, может быть, не слишком любые, не слишком симпатичные и так далее. Это касается всего, и культуры это касается, и политики, естественно, это касается и социальной проблематики, и экологической, в общем, это касается всего. И музыка тут как раз там один из маленьких винтиков во всем этом огромном свинстве. Сказать, что кто-то там специально плетет нити заговора против Рады и Терновника, это еще и оплачивает это дело, нет. Это, конечно, очень лестно было бы ради Анчевской предполагать, что кто-то там против нее сильно интригует. Но это не так. Просто-напросто наша альтернативная музыка, она не имеет доступа к попсовым СМИ, вот и все. То есть к телеканалам, коммерческим радиостанциям и так далее. Тем не менее, они выпускают пластинки, что само по себе очень здорово. Они постоянно играют в клубах на концертах, что тоже очень здорово, с единственной оговоркой, что 90% клубов у нас сосредоточены в двух городах страны. Так что если вы живете где-то не в них, вам, конечно, сложнее всех симпатичных музыкантов увидеть живьем. Но опять же имеется, в который раз говорю об этом, интернет. И он дает массу дополнительных возможностей. То есть если бы, как говорится, директором был бы я, я бы, конечно, был бы рад, если бы, скажем, тот же канал «Культура» или, скажем, какая-то радиосеть. Или что-нибудь еще такое массового пользования, если бы там не игнорировали бы какую-то новую, качественную, нешерпотребную музыку. То есть это было бы мило, это было бы хорошо. Я бы с большим удовольствием такие проекты бы курировал. Я боюсь, что это не нужно, в первую очередь, даже не по каким-то идеологическим соображениям, ну, типа того, что эта музыка слишком умная, да, или слишком хорошая. В первую очередь, все-таки по коммерческим соображениям этого не происходит. То есть это просто не нужно тем, кто выкачивает из людей деньги. Николай Еремин. Значит, вы являетесь владельцем нескольких рекорд-лэблов, имеете репутацию открывателя таланта. Всегда было интересно, каким образом находить новые молодые группы, что нужно иметь музыкантам, чтобы меня заинтересовать. Ну, то, что я являюсь владельцем нескольких рекорд-лэблов, я честно вам скажу, что это громко сказано. То есть я просто придумал как бы несколько обозначений для одного своего рекорд-лэйбла, который у меня, ну, можно сказать, до сих пор имеется в сотрудничестве с «Союз Мьюзик». То есть один лейбл «Закат» для всякой западной альтернативной музыки, лейбл «Восход» для всякой новой русской музыки, лейбл «Зенит» для всякой уже такой признанной, но хорошей русской музыки, ну, там типа «Ном», «Центр» и так далее. А, и прибой еще конкретно для музыки типа «Серф». Вот, ну, фактически все один лейбл. Значит, артистов я находил самым банальным образом, то есть я хожу на концерты, я прослушиваю демозаписи, и пока была возможность пластинки выпускать, я выпускал и довольно много, то есть у меня выходило в лучшие годы, там где-то, скажем, в каком-нибудь там 2005, 2006, 2007, ну, по 20-30 новых альбомов в год, это было дофига. Вот сейчас, к сожалению, поскольку вся эта история с выпуском аудионосителей является такой абсолютно неприбыльной, экзотической, в общем-то, избыточной на самом деле, вот, и поскольку за коммерческую сторону отвечаю не я, а, разумеется, концерн «Союз», вот, то сейчас «Курный поток» высох до тоненького-тоненького ручеечка, то есть изредка что-то выходит, вот только что вышел новый альбом очень мной любимой группы «Барто», до этого вышел, скажем, саундтрек тоже мной очень любимой группы «Ном», саундтрек, фильм «Звездный ворс», и, ну, там что-то у меня выходило не так давно, «Четыре позиции Бру», ну, там еще что-то, ну, в общем и целом выходит, там, два-три, может быть, четыре альбома в год, продаются они очень плохо, наверное, самый популярный альбом из всех, что я выпустил за последние годы, это был альбом «Муджуса», вот, ну, вот, собственно, вот так вот вся эта история сейчас довольно вяло продолжается, вот, ну, а до поиска новых талантов, значит, я вам могу сразу сказать, поскольку там будет несколько вопросов далее на эту тему, значит, я всегда с удовольствием слушаю всякие демозаписи или всякие уже готовые диски неизвестных групп для того, чтобы их прокрутить у себя в радиопрограмме. Лучше всего, наверное, самое простое и для меня, как бы, наименее хлопотно это присылать, это все на адрес радиостанции ROG FM в Москву. Какой там адрес, я не знаю, но я думаю, что достаточно будет вам провести минуты-полторы в интернете, чтобы вы все координаты ROG FM выяснили, и, пожалуйста, на мое имя присылайте туда эти самые диски, я все буду с удовольствием слушать. Если это мне не будет нравиться, буду отдавать, скажем, Андрею Кухарину, который ведет на нашем радио, по-моему, единственную там применяемую программу, авторскую под названием «Уроки русские». Он оставит там много всякой свежей и не слишком известной русской музыки. Так что, пожалуйста, рад будет все это дело от вас получать. Алексей Короткин спрашивает, как вы относитесь к тому, что большинство новых российских групп поют на английском языке? Ну, во-первых, я не уверен, что большинство, но, конечно, очень и очень многие, и отношение мое к этому, на самом деле, изменилось со временем. То есть, одно время я это очень не одобрял, поскольку, ну, как бы, английский язык все-таки язык не родной, а главное – это язык, который далеко не все понимают. Поэтому мои главные претензии были то, что если группа поет на английском, то ей вообще абсолютно все равно поймут ее или нет и вообще о чем она поет. То есть, что-то такое фонетическое слышится, так вообще, как бы, никакого послания эта группа не распространяет. Сейчас я отношусь к этому гораздо более лояльно, поскольку, во-первых, опять же, английский язык, понятное дело, дает определенные преимущества в завоевании глобальной аудитории, и это очень законное желание со стороны наших музыкантов. Во-вторых, у нас появились группы, которые поют по-английски очень хорошо и абсолютно убедительно, не так коряво, как это делали многие другие ранее. Ну, и в-третьих, опять же, учитывая общий прессинг такой культурный в нашей стране, я вполне могу поставить себя на место музыкантов, которые хотели бы спеть что-то, скажем, анти-эстеблишментское на родном языке, а потом думают, вот мы вот это споем, а нас за жопу возьмут. И первые вместо этого поют то же самое по-английски, а там-то вряд ли кто-то в Госдуме догадается, о чем речь идет. Или вообще поют там что-то абсолютно отвлеченное, просто потому что их интересует чистая музыка, чистое искусство и так далее. Я могу это понять, я отношусь к этому, скажем так, без восторга, типа ура, наконец-то наши музыканты хорошо запели по-английски, и теперь мы будем ожидать прорыва нашей музыки на мировую сцену. В общем-то, это совершенно не обязательно. Но и такого особого сарказма по этому поводу. я тоже не испытываю. Хочу сказать только единственное еще раз, что уж если вы поете по-английски, то можно писать грамотные тексты, и желательно как-то более-менее убедительно их доносить. Не обязательно при этом, кстати, петь абсолютно без акцента, потому что имеется там, скажем, Женя Худс из Гоголь Борделла, который специально поет с каким-то толстым, таким хохлядским акцентом. Вот, это довольно забавно звучит, но тексты Гоголь Борделла очень хорошие, очень хорошие, веселые, умные, осмысленные тексты. Вот так что вот это вот все-таки очень желательно. Евгений Белык. Как вы считаете, эпоха серьезной, стоящей качественной рок-музыки, которая влияла на умы и судьбы, ушла безвозвратно? Теперь нам светят только клубные кавер-бенды, интернет-проекты. Знаете, что я сказал бы так, что та эпоха, когда рок-музыка влияла на умы и судьбы, скорее всего, на самом деле, ушла безвозвратно. Но это не вина теперешней рок-музыки. Это просто следствие того, что общая культурная, информационная, прочая ситуация в мире, в том числе и политическая, очень сильно изменилась. И вместо рок-музыки теперь заняли какие-то иные вещи. Но качественная рок-музыка существует и теперь вовсе не обязательно она вся выразилась до уровня каких-то интернет-проектов. Вот мне тут Юля напомнила, что есть сейчас какие-то люди, которые, по всей видимости, серьезно влияют на умы, по крайней мере, на умы музыкантов. Скажем, Том Йорк из Radiohead, или Джек Уайт из White Stripes, или Ariel Pink. По поводу Ariel Pink, кстати, это меня удивило, потому что я никогда не читал, что Ariel Pink это какая-то монументальная фигура. То есть песенки-то я ставил в своих радиопрограммах давным-давно, просто потому что они мне казались забавными и наивными. А сейчас, значит, судя по всему, Ariel Pink стал таким гуру лоу-фая. Вот, ну что, это приятно, хотя, на мой взгляд, есть люди гораздо более интересные. Вот, короче говоря, хорошей музыки по-прежнему много, но вот иметь вот эту же степень, скажем так, проникновения в мыслительную и нервную систему нашего общества, я думаю, в общем-то, эта степень уже утеряна навсегда, к сожалению. Не начали ли сейчас интернет потихоньку убивать традиционный российский шоу-бизнес при словутой попсу с телегранов, когда уже, наконец, от праздного побега над этим убогим пережитком совка или безвкусица все же бессмертна? Я думаю, что безвкусица до некоторой степени бессмертна, в том смысле, что им трудно себе представить, чтобы все население земли составляли исключительно люди с прекрасным вкусом. Другое дело, что я считаю, что вот такая вот патологическая и жуткая безвкусица, которая имеет место, скажем, в нашей музыкально-культурной реальности, она во многом связана с тем, что эта безвкусица культивируется. Даже попса невероятно популярна не потому, что люди у нас какие-то особо убогие, и не потому, что у нас попса какая-то особо хорошая и убедительная, а в первую очередь потому, что вся информационная машина работает на раскрутку этой самой попсы. А люди, в общем-то, они ленивые, то есть они хавают то, что близко лежит. Мы на эту тему, по-моему, имели спорт с Ксенией Собчак в ее телепрограмме. Вот она считает, что люди это просто быдло безнадежное, вот, и никогда ничего хорошего они не захотят. Я считаю, что люди, если и быдло, то имеющие шансы, то есть быдлом людей делают не они сами, и не запрограммированности генетическое, в первую очередь людей делают быдлом всякие циничные люди, которые промывают им мозги с помощью государственных, да и коммерческих, тоже, естественно, средств массовой информации. Вот, так что, если бы у нас каким-то образом изменилась бы, почему так радикально изменилась бы, культурно-информационная политика, я думаю, что предпочтение народных масс тоже изменилось бы достаточно заметным образом. Сергей Егоров. Узнать мнение об одном из его любимых музыкальных стилей – серф. Слушаю ли я его сейчас, если да, то какие группы. Ну, долго говорить не буду, я очень люблю стиль серфа, на самом деле, такой вот классический серф, честно говоря, я уже слушать практически перестал, хотя есть у меня там куча дисков и всяких сборников классического серфа. Но редко слушаю, да и в радиопередаче тоже, в общем-то, не особо это дело использую. Кстати, нравится мне серф, потому что, на мой взгляд, это невероятно энергетическое, веселое и как ничто поднимающее настроение музыка. Я, тем не менее, в последнее время предпочитаю такой серф более психеделический, семеноватый, туманный и так далее. В принципе, моей любимой серф-группой последних, ну, скажем так, уже 20 лет являются сан-франциско, такие люди из, ну да, из Сан-Франциско, трио под названием Мерман, но, к сожалению, у них уже очень давно ничего не выходило. Есть какие-то интересные группы в самых разных странах, ну и в Америке, естественно, там всякие Аквавелвитс, там и так далее, есть прекрасные всякие финские серферы, есть, не знаю, в Словении или в Хорватии, я уже не помню, отличная серф-группа, в Израиле, в Польше и так далее. Вот, у нас были треви-секторы, у нас есть до сих пор серфер, нано-роботс, вот, так что, так что музыка, это жива, и любви к ней я никоим образом не утратил. так, так, многие артисты выпускают свои записи в цифровом формате онлайн-релиза, есть среди них интересные, есть ли у них шанс попасть в стерео-вуду, ну это бы моя теперешняя радиопередача, или для этого группа должна непременно выпуститься на физическом носителе. Музыканты и музыка постепенно перебираются в интернет, но остается еще традиционное радиотелевещение, где-то от точки, где сегодня пересекаются ретро-форматы и интернет. Ну, вопрос для меня на самом деле довольно болезненный, я уже об этом говорил, значит, у меня, в общем-то, не хватает просто времени для того, чтобы прочесывать интернет. Мне гораздо проще, как бы, уютнее, сподручнее работать с аудионосистами. Я, при всей своей симпатии к интернету, я, конечно, человек от предыдущей эпохи, то есть, это не дается мне легко и органично, к тому же, я живу в деревне, в лесу, вот тут вот, в Москве появляюсь только время от времени, и у меня медленный интернет, то есть, там все очень медленно скачивается, медленно прослушивается и так далее, то есть, как бы, вот так вот ловко оперировать с интернетом я не могу. Поэтому, я был бы рад в радиопрограмме демонстрировать онлайн-релизы, тем более, что они действительно есть, и их становится все больше и больше, вот, причем, таких онлайн-релизов, которые вот только онлайн, а вот никаких тебе, пожалуйста, ни дисков, ни винилов. но мне сложно до них добраться, сложно, то есть, на самом деле, это моя проблема, это моя личная проблема, которую технически, и до некоторых степеней, ментально тоже, решить окончательно не могу, поэтому мне, мне остается, как бы, все-таки, сидеть на всевозможных аудионосителях, вот, если, если мне будут поступать какие-то онлайн-релизы, но, опять же, на дисках, а не так, чтобы я их скачивал из интернета самостоятельно, такие онлайн-релизы я готов в радиопрограмме демонстрировать. Иван Калыганов, Артемикой в России самый перспективный, адекватный, независимый рекорд-лейбл, сделал демозаписи, что-то вроде Sparkle Horse на русском языке, но пока не нашел подходящую по-другому организацию. Ну, с рекорд-лейблами сейчас вообще все довольно сложно, потому что, как я уже сказал, вся индустрия по выпуску музыки на аудионосителях, она, в общем, становится такой сугубо нишевой, что ли, такой периферийной. Тем не менее, лейблы есть, я думаю, что они неплохо известны, помимо моих лейблов, о которых шла речь выше, имеется лейбл Олега Нестерова, Снегири, на котором тоже выходит много всякой симпатичной музыки. Есть Бомба Питер в Петербурге, Антроп в Петербурге, наверняка есть еще какие-то лейблы, я честно говорю, а, да, естественно, имеется геометрия в Москве, имеется отделение выход в Москве, геометрия это больше в сторону такой, скажем так, экспериментальной музыки, выход в сторону такого отчаянного, уже такого альтернативного русского рока, то есть лейблы есть, так что если очень хочется, чтобы ваш диск вышел именно на рекорд лейбля, то, в принципе, есть с кем иметь дело. Другое дело, что все эти лейблы плачат довольно-таки нищенское существование, так что на какие-то зарплаты вообще можно не рассчитывать, вот, ну а если, скажем вы скажете, я готов выпустить диск, но как бы на свои деньги, то лучше в этом случае, я думаю, вам его просто выпустить самостоятельно, без всякого лейбла и потом рассылать по заинтересованным журналам, радиостанциям, музыкальным и всяким культурным интернет-порталам и так далее. По-моему, сейчас так делают очень-очень многие, кстати, не только в России, но и на Западе тоже. Вам что-нибудь известно о сборнике экспериментальной музыки FM Дешенке Том 2? Насколько реально подобно с вашей помощью издать? Как дела на восходе? Например, с Месси Метро? Да, значит, у программы FM Достоевский на самом деле сформировался такой музыкальный актив, то есть некоторые слушатели программы были, является и практикующими музыкантами тоже и имеется прекрасный сборник этой музыки, очень эклектичный, разнообразный, очень интересный и качественный, который я на самом деле хотел издать на восходе, но в связи с кризисом сделать этого не удалось, то есть партнеры мои отказались это дело поддерживать материально, вот, а сделать это без них я никак не мог, поэтому сборник существует, ну вот, он имеется у меня в одной копии, вот, я так думаю, что вполне может быть выложен и в интернете тоже, но, ну, так же, как, скажем, белый альбом, перспектив выхода его на аудионосители, к сожалению, к сожалению, я не вижу по всем тем причинам, о которых я уже говорю и говорю и снова говорю, к сожалению, хотя, лучше поговорил бы уже о чем-то другом. Так, вопрос о фоновой музыке в моих радиопередачах не помню, то есть не я ее подбираю на самом деле, однажды я подобрал это было фоновая музыка, по-моему, из альбома You, группы Гонг, там какие-то космические шепоты, в основном все-таки подбирают звукорежиссеры на радиостанциях, что это такое понятие не имеет. Если у вас раритетная запись с Виктором Соем и группой Кино, слышал, что у вас дома огромная коллекция музыкальных дисков, да, у меня очень много музыкальных дисков, они съели все домашнее пространство, сейчас мы, правда, переехали, так что московская квартира это просто практически склад, если не сказать кладбище музыкальных аудионосителей, дисков группы Кино у меня нет вообще, у меня их было много, в том числе и здоровенная коробка, которую мы издали лет 15 тому назад с Александром Морозовым, как бы полное собрание всего-всего группы Кино, там и концертные записи, и тема, и т.д. и т.п. Даже 15, что ли, дисков там было, но я все это раздал и раздарил, потому что я люблю группу Кино, и когда мне надо что-нибудь такое ценное кому-то вручить, то, естественно, группа Кино это одно из тех явлений, которые всегда прекрасно годятся в качестве хорошего, честного подарка, поэтому дисков группы Кино у меня нет вообще никаких. Андрей Песков спрашивает к своему возрасту, что вам удалось услышать колоссальное количество интересной музыки и наверняка оценить его адекватное объективное. Вопрос такой, какой, как правило, слушаете музыку, чтобы вы честно могли признаться, что вы оценили ее по достоинству? Достаточно ли прослушать альбомную композицию один раз внимательно и думать его в наушниках или в случае сомнения возвращаетесь в пластинке еще какой-то раз. Какое-то количество раз. Вы знаете, что в общем-то у меня процесс прослушивания музыки поставлен на конвейер и вот слушать эту музыку по-настоящему вот так вот глубоко вникая по несколько раз и так далее нет, я себе не могу этого позволить. Слушаю я музыку в наушниках, да, чтобы не мешали дети пение птичек за окном и так далее. Слушаю их в наушниках, слушаю, естественно, очень внимательно, но почти все пластинки, которые я прослушиваю, по крайней мере, 95% из них, я слушаю по одному единственному разу. Вот. И не возвращаюсь к ним в дальнейшем никогда. Насколько адекватно мое прослушивание, не мне судить. Если вам нравится моя радиопередача, если вам кажется убедительным тот подбор музыки, который я демонстрирую, ну, значит, достаточно адекватно. Если нет, значит нет. Вопрос от Тирекс. В одной статье Вадим Демидов с группой Хронок назвал группу «Говорящая мертвая голова» как последнюю группу русского рока, так ли это, если сейчас группу, пишущую, исполняющую русский рок или 80-е? Во-первых, я не знаю эту группу, интересно будет послушать. Хронок, кстати, я издавал как раз на нашем лейбле и старые записи, и актуальные. А групп, которые играют в стиле русского рока 80-х годов, по-моему, огромное количество. То есть моя главная претензия, скажем, к нашему радио как раз состоит в том, что они гоняют без устали сам русский рок 80-х годов и всякие теперешние группы, которые поют какие-то, значит, эти сомненные песни в стиле русского рока 80-х годов. Я считаю, что музыканты имеют право это делать, ради бога, если им хочется быть 125-й копией кино-аквариума наутинуса, помпилиуса и так далее. Это их выбор, это их право. Габриэль Идальго. Почему в России беда с музыкальной журналистикой, чем писатели, нет новых групп, почему музыкальные журналисты не вводят в медийное пространство новые музыкальные группы? Не вполне согласен с таким вердиктом. Дело в том, что, в принципе, естественно, музыкальная журналистика, она очень сильно изменилась по сравнению с тем, какой она была, скажем, в годы максимального расцвета рок-музыки, то есть, скажем, на Западе в 70-е годы, у нас в России в 80-е годы. Тогда музыкальная журналистика, в общем-то, это была почти литература. Тогда к этому было очень серьезное отношение, соответственно, музыки писали люди, обладающие хорошими мозгами и литературными талантами. Неудивительно, что многие из них стали впоследствии просто реальными известными писателями, скажем так, из американцев, скажем, Том Уолф или Хантер С. Томпсон, которые начинали как именно как рок-журналисты, из англичан, скажем, Тони Парсонс, Джули Берчелл, В общем, сейчас просто нет потребности в такой музыкальной журналистике. Все очень измельчало. Нет потребности в каких-то больших аналитических статьях, в каких-то исследованиях на музыкальные темы и так далее. С другой стороны, потребность в такой навигационной журналистике очень высокая. Я считаю, что сейчас основная функция музыкального журналиста это заниматься такой квалифицированной, интересной, увлекательной навигацией по интернету. Потому что в музыкальном интернете, естественно, черт ногу сломит и очень нужны какие-то провожатые, такие вергилии, которые поэтим темным джунгам будут упадить меломанов и говорить им, что интересно, что стоит послушать, что на что похоже и прочее. И в этом смысле музыкальная журналистика востребована. Другое дело, что действительно она превратилась исключительно в формат таких как бы малых и конкретных форм. То есть это какие-то рецензии, вот это какие-то аннотации, советы, рекомендации и так далее, а не грандиозные эссе, которые были свойственными рок-журналистике в прошлое десятилетие. Как вы думаете распространение музыки через торренты дело хорошее? Да, дело хорошее, ребята, скачивайте все, скачивайте бесплатно, не считайте себя бандитами и пиратами, бандиты и пираты это наоборот правообладатели, которые хотят со всех драть деньги за распространение музыки. Я в этом смысле на 100% на стороне пользователей, простых людей, которые имеют полное право на то, чтобы слушать любую музыку, которая им нравится и не платить за это какие-то дурацкие деньги. Так что вперед. Артур Галиулин комментарий по поводу гражданской обороны, где выпуск кратиковали Егор Лето, изменилось ли отношение в данной дружке после смерти ее идеолога про слушание последних альбомов, вопрос самый недооцененный легенде русского ирока в Деркине, критики говорят, как о лучшем ирока в 90-е все такое, ваше отношение к нему. По поводу Егора Лето, что я могу сказать, на самом деле я не большой поклонник группы гражданская оборона, я бы сказал так, что я не считаю, что гражданская оборона плохая группа, Егор Лето как бездарный парень. Я всегда считал Лето позером и выпендрежником, я всегда просто считал, что его статус очень сильно раздут. Я, честно говоря, даже не понимал почему, потому что нехорошим музыкантом, не великим поэтом, но он мне никогда не представлялся. И поэтому я никогда не разделял каких-то восторгов, что Егор Лето Светоч Гуру и все такое прочее. Как музыкант он был очень вторичным. Он, естественно, изменялся, то есть сначала ориентировался на такой ортодоксальный английский панк-рок типа exploited, потом на менее ортодоксальный английский пост-панк типа default. В общем-то ничего такого интересного в музыкальном плане я у него не обнаружил. альбом «Гражданская оборона», который мне нравится больше всего, я уже не помню как он называется, это альбом их кавер-версии на какие-то советские эстрадные песни. Это мне оказалось ближе, чем собственное творчество Егора Летова. Так что каким-то врагом Летова я никогда не был, но поскольку у Летова, как я заметил, какие-то особо усугубленные такие, озлобленные и обидчивые поклонники, они почему-то сочли, что если я о Летове как-то спокойно и иронично высказывался, что это означает, что я его гноблю, что мы сомневаюсь на каких-то жутких антагонисты. На самом деле вся эта история с моей стороны по крайней мере намного спокойнее. Единственное серьезное обвинение, которое я выдвинул Летову и я готов его повторить, это то, что он абсолютно засрал мозги Янки Дягилевой. В общем, девушки гораздо более талантливые, чем сам Егор Летов. К чему это все привело все эти летовские суицидальные идеологии, вот к чему это привело конкретно в случае Янки, вы все прекрасно знаете. И я действительно считаю, что если не вся, то по крайней мере значительная доля вины Летова в этом есть. По поводу Вени Дыркина. Я никогда не видел Веню Дыркина живем на концертах его, ни квартирных, ни публичных, не присутствовал. Записи слышал, да, он очень трогательный парень. Сказать, что он лучший рок-поэт 90-х годов, ну, это большой вопрос. То есть, может быть, он и лучший рок-поэт 90-х годов, но это скорее говорит не что-то замечательное Вени Дыркина, сколько говорит о том, что в 90-е годы в общем-то особо интересных рок-поэтов у нас не появилось. В целом, да, недооцененный парень, которого, естественно, стоило бы и слушать, и переиздавать. У меня, кстати, нет никаких его записей абсолютно, и вообще достать очень сложно. Вот, но, скажем, с Башлачевым я бы его ни в коем случае сравнил, не стал бы это совершенно не соизмеримо, или чем. Николай, Николай, не могли бы сделать проект вроде опыта рока, но посвященный истории электронной и клубной музыки. Нет, нет, не собирается. Я могу сделать в перспективе проект, похожий на опыт рока, но посвященный музыке Советского Союза и России. Вот, это может быть, потому что тут, в общем-то, у меня имеется, скажем так, фундаментальное нагромождение всяческих познаний, и это я стал бы делать. Тогда клубная электронная музыка, скажу честно, она меня не настолько интересует, чтобы какую-то негленку на ее базе сотворять. Бин, бин, бин. Так, Александр Ворбанович, часто много говорите о трусости наших рок-звезд, о засиле глупости, невежества и безвкусности, необходимости притока свежей крови. Понятно, что после Башлачева в русском ролике пока не было ничего настоящего, да и его, к сожалению, знают и способны воспринять очень немногие. Теперь вопрос, если сейчас появится что-то действительно новое, настоящее, талантливое, сделанное, вы готовы это поддержать вообще? Кому-то это действительно нужно, попросительный знак? Я думаю, что, естественно, это нужно, как нужно все талантливое и пробивающее насквозь и энергетически, и интеллектуально, и эмоционально. Да, это очень нужно. Я думаю, что сейчас, вот в наше время, которое на самом деле мне очень не нравится, вот, время у нас сейчас, конечно, исключительно подлое, я считаю, что что-то такое, что сможет людей взбодоражить и поднять, это очень нужно. То есть, если вместо какой-то перуков под названием там, то ли Котс, то ли Котс, то ли что-то еще, на митингах на Болотной выступал бы кто-то хотя бы отдаленно приближающийся к Башвачеву, ну, согласитесь, это было бы круто, это было бы, вот, это было бы то, что надо. Да, сейчас, к сожалению, нет, хотя я искренне считаю, что иной ЗМС, о котором тут уже шла речь, и Вася Обломов, который мне тоже очень нравится, и некоторые другие ребята, как старые, так и новые, в общем-то, они хороши, то есть, я не могу сказать, что у нас какое-то полное, значит, такое уже опущение всего и вся. Если бы, если бы вдруг меня бы что-то проняло бы со страшной силой, то, естественно, я бы стал поддерживать этого артиста или эту группу, но так же, как я поддерживаю и Нойзы, и Обломов, и Барто, и Пахома, в общем, те, кто мне на самом деле близко. Как и что можно сделать в Белоруссии с рок-музыкой, точнее, как пробиться со своей музыкой на более успешную сцену, к кому обратиться, я не знаю, не могу ответить на этот вопрос, по-моему, очень многие белорусские артисты уже это сделали, то есть, я говорю, не обязательно там даже о Леписе турбецком, но есть всякие актуальные группы, если бы пристрастие, кассиапея, серебряная свадьба и так далее, которые себя в России прекрасно чувствуют, потому что это действительно хорошая группа, и необычная, и веселая, имеют большой успех у нас на клубной сцене, так что, в общем-то, дорожка это уже проторенная, я думаю, что нетрудно будет на нее встать вам и пойти. Лейбл наш, который сейчас наиболее активно работает с белорусской музыкой, это Снегирия Лебинистром. Есть ли в современной русской поп-рок-музыке что-то, что можно было бы назвать гениальным? Их было ли? Было, да, Баслачев, Корюхин, несомненно, есть еще какие-то люди под вопросом, хотя, ну, что такое гениальное, понимаете, тут, конечно, не может быть такого строгого математического ответа на этот вопрос. Сейчас среди вот каких-то таких новых и свежих ребят и девчат гениального нет, на мой, по крайней мере, вкус, ничего такого ошарашивающего я не наблюдаю. Какое из музыкальных явлений современности кажется вам интересным? Я уже много говорил на эту тему. Дын-дын-дын-дын-дын. Андрей Новоселов, Артемий Кивич, ваше мнение. Почему Россия такая неритмичная страна, и спрос у мастер своей столько на плотняк, юн-цунгца, и есть ли у нас шансы на зарождение мыслей граничит в головах, ведь Путин может быть президентом, в кавычках, только в стране, слушающий Лепса и Стаса Михаева. Ну, в общем, да, то есть, на мой взгляд, тут тоже имеется определенная взаимосвязь. Я уже даже где-то говорил, что Путин и Стас Михайлов, в одно слово с маленькой буквы, это как бы близнецы-братья, да, и тут и другое представляет собой нечто такое серое, бездарное, вот, но чем-то бесконечно близкое народным массам у нас в России, к сожалению. склонен обвинить в этом в первую очередь засилие госпропаганды и какую-то общую такую безнадегу у нас в стране, потому что все-таки для того, чтобы и власть была другой, и культура была другой, все-таки надо меньше пить, надо больше работать, больше веселиться, надо вообще жить какой-то более заинтересованной и динамичной и энергетической жизнью. Россия страна очень несчастливая сейчас, крайне апатичная, и поэтому, собственно, вот, вся эта плевотина и рвется от длинный вопрос от Searching Experience. Могли бы привести примеры групп, которые со временем становились бы лучше? Да, есть такие, есть такие группы, скажем, из русских групп я неоднократно говорил это о группе как ни странно Муми Тролль. Я считаю, что Муми Тролль с годами в общем-то стали лучше, то есть они начинали неплохо, скажем, мой любимый их альбом это альбом, двойной альбом 2008 года. Вот, это же самое касается и каких-то западных и групп, и артистов тоже. Ну, то есть если говорить с классических примером, Дэвид Гоуи, Том Уэйтс, ну, в общем-то есть такие, у меня сейчас просто нет времени изобилия вопросов для того, чтобы напрягать мозги и что-то там такое вспоминать, но эта история не слишком распространенная, чаще всего, да, дебюты более убедительные, чем дальнейшее медленное угасание, вот, есть и обратная премьера. Морально поддерживай в сетевой горбушке, это я сообщаю Алексею Узорову, да, если надо будет там, каким-то образом что-то сделать, чтобы вам помочь, всегда готов. Андрея Демьянову вопрос, на который я не могу ответить. Может ли кто-то из отечественных и западных поп-звезд изменить свою музыку, чтобы добиться успеха у цивилизованной публики. В принципе, в принципе, есть какие-то поп-звезды и у нас и на Западе, которые, при том, что они имеют успех у нецивилизованной публики, в то же время они имеют и определенный статус и респект у публики цивилизованной, да, ну, скажем, Эми Вайнхаус, да, в принципе, она с одной стороны соперничала с Бритни Спирс по количеству всяческого скандально-гламурного бытлячества вокруг нее, с другой стороны, несомненно, потрясающая артистка, великая певица и так далее. Ну, есть какие-то другие примеры, вот, скажем, у нас там, кто есть, ну, скажем, у нас есть артистка Земфира, да, которая, с одной стороны, по-моему, на попсовом уровне очень известна, с другой стороны, я знаю, что многие эксперты тоже Земфиру котируют довольно высоко, вот, но в плане того, чтобы изменить свою музыку, для того, чтобы отойти от большинства и понравиться меньшинству, вот, примеров такого плана я что-то не припомню, то есть, нет, я знаю, классический пример, это Спот Уокер, который начинал в попсовом поисбенде, а потом стал чуть ли не лучшим, самым убедительным экспериментатором на ниве по рок-музыке, но это, в общем-то, исключение, конечно, не правило. Прогнозы музыкальной индустрии, прогнозов не даю, ссори, у нас даже всякие эти метеорбюро прогнозы сообщают какие-то сомнительные, нет, прогнозов на музыкальное развитие я уже давно зарекал, зарекся этот диагноз. Опять прогнозы, возможны ли прорывы, думаю, думаю, что нет, потому что для прорыва типа 67-го или 77-го года требуется определенное истечение обстоятельств. И это истечение обстоятельств оно зависит не столько от каких-то внутренних музыкальных процессов, сколько от того, что вообще в мире творится. Потому что в 60-е годы весь мир переживал невероятный такой культурный, духовный, политический и так далее подъем слэш поражение, слэш какие-то революционные флюиды. И музыка идеально нанизалась на этот процесс. То же самое было в конце 70-х, хотя не с позитивным, а скорее с негативным нигилистическим оттенком, то есть когда тоже мороз безработицы, всяческие социальные и политические движения и так далее. Сейчас тоже естественно имеется антиглобализм, имеются всяческие люди неудовлетворенные и прочее, прочее. То есть как бы некоторая среда для музыкального прорыва есть, но я боюсь, что просто музыка уже перестала быть таким самым актуальным из возможных средств осуществления такого прорыва. реднек, очень длинные вопросы. Творчество каких отечественных музыкантов за последние три года можно описать как зеркало общества сегодняшнего дня, чайли река можно описать как актуальную сквозь века. Ну, насчет актуальной сквозь века это, пожалуйста, к Александру Башлачеву на злобу дня да, опять же, я уже говорил обо всех этих людях. То есть, в первую очередь, это Юра Шевчук, это Нойз МС, это Вася Обломов из менее известных людей, честно говоря, но я не могу кого-то назвать, потому что послушал, скажем, меня по совету Андрея Бухарина человека по имени Бронемир. Бронемир. Он, в общем-то, хороший, он мне понравился, но не до такой степени он мне понравился, чтобы я мог сказать, что он является каким-то особо талантливым, выразителем дуно-настроения сегодняшнего времени. Вот, но хороший, если не слышали, рекомендую. А, вот, хороший вопрос, Евгений Бойченко, чем вы сейчас зарабатываете на жизнь в условиях, когда музыкальная журналистика никому особо не нужна? Ну, по поводу нужна-не нужна я уже высказывался. Зарабатываю на жизнь, на самом деле у меня есть радиопрограмма, у меня есть телевизионный интернет-проект топ-троп год за годом, потом я преподаю, я преподаю в МГУ на факультете журналистики, более того, моя преподавательская работа, она всему расширяется, не скажу, что это приносит какие-то огромные деньги, но, в общем, я человек в этом смысле абсолютно не амбициозный, деньги меня никогда слишком сильно, да и вообще, пожалуй, что не интересовали, потребности жизненные вполне разумные, так что чувствую себя пока что, по крайней мере, в материальном отношении, вполне соответственно, так что, заработки есть. Так, опять спрашивают про Игоря Талькова, Оксана Васильева, про него я уже говорил, по поводу адреса и демозаписи я тоже говорил, опять же, куда можно отослать свое творчество и об этом говорил. Так, общаетесь ли вы с помощью интернета со своими друзьями и какие у вас впечатления от информации, которые вы можете получить в разных стальных сетях, как себя чувствуете в интернете, как относитесь к виртуальной реальности, прислушивались ли музыканты к вам и на кого вы сильнее всего повлияли. По поводу влияния и прислушивания, ну, это, конечно, не меня надо спрашивать, ну, что прислушивались, думаю, что, ну, естественно, на творчество, я не думаю, что я влиял на творчество каких-то музыкантов. Я думаю, что вообще критик, журналист, даже друг может повлиять только на творчество тех музыкантов, у которых это творчество такое шаткое, достаточно, которое, если они вполне уверенно чувствуют в компании свои собственные музы, вот, то есть, по-видимому, такие слабоватые, скажем так, творцы, вот, и на них можно влиять. Такие мощные, мощные артисты, я думаю, они все-таки все делают самостоятельно, вот, они могут прислушиваться к каким-то мнениям, может быть, они что-то могут скорректировать, но это все мелочи, мелочи и нюансы. Вот, а по поводу интернета, я уже говорил, я очень ценю, теоретически, я очень ценю интернет, практически, я им пользуюсь довольно слабо, то есть, как средством информации, я им пользуюсь, как средством общения, я им практически не пользуюсь, я не нахожусь ни в каких социальных сетях, кроме Твиттера, да, у меня есть аккаунт, так, кажется, называется в Твиттере, это aktroitsky, да, twitter.com slash aktroitsky, через Y в конце, у меня там 80 с чем-то подписчиков, то есть, много, если хотите, то вливайтесь в эту веселую компанию, что касается до фейсбука, вконтакте, что там еще, одноклассники, там прочее, прочее, там меня нет, то есть, если там что-то такое есть, то это мои клоны, мне следует этому доверять, меня там на самом деле нет, и что у нас там еще имеется в интернете, да, в ЖЖ меня тоже нет, так что вот, очень-очень скромное место я занимаю в интернете, и отчасти это вынужденно, скажем, у меня вынуждено, нет скайпа, опять же, по причине проживания в лесной глуши, нет у меня там быстрого интернета, интернета, а вот то, что у меня нет в фейсбуке, это абсолютно намеренно, я просто знаю людей, которые оказались в фейсбуке, которые подсели на это, как, скажем, другие подсаживаются на компьютерные игры, по поводу компьютерных игр, кстати, могу вам сказать, что я ни разу в жизни не играл в компьютерные игры, я ненавижу компьютерные игры, то есть, не сами по себе, а просто как бы как институт, я считаю, что нет способа более эффективного убийства времени, чем компьютерные игры, считаю, что вот те, кто тратит на это время, они невероятно себя обкрадывают, то есть, обычно люди спят примерно третью часть своей жизни, но сон необходим вообще как бы для поддержания здоровья физического и ментального, и вообще, эта вещь абсолютно необходима, так вот, к сожалению, сейчас масса народу и еще одну треть своей жизни, если не больше, проводятся компьютерными играми, и в отличие от сна компьютерные игры только разрушают и мозги, и здоровье, и все остальное, ведь я начальником я бы изобретил, вообще, нафиг, просто ради сохранения человеческой расы, ну вот, для меня Facebook и так далее, ну, как бы, не настолько же, как бы безнадежная и однозначно вредная вещь, тем не менее, мне это не надо, у меня очень много других занятий, гораздо более конструктивных, плодотворных, полезных, и полезных не только для меня самого, но и для окружающих. так, планируете ли самостоятельно выпускать видеоблоги в интернете, где вы лично высказывали мнение на всевозможные темы? Нет, видеоблоги нет, опять же, для этого нужна какая-то техника, какие-то железяки и возможности, которыми я просто не располагаю, да и соображения на разные темы в моей туповатой голове возникают достаточно редко, если они возникают, то что-то я иногда забрасываю в Твиттер, иногда пишу какие-то большие статьи, скажем, они печатаются в новой газете и на сайте новой газеты или на сайте Эхо Москвы. Ну, в основном это касается политики. Какой совет могу дать тому, кто хочет быть связан с музыкой, музыкальным политикам, журналистам, образование, какое лучше получить, что для этого делать, какие книги читать, каких зарубежных музыкальных фестивалей было. Музыкальных фестивалей очень много и они очень разные. Я не люблю такие вот огромные пивные фестивали типа Глэстонбери или там Сигет или там какие-то наши есть аналогичные Кубана, по-моему. Там очень много народу, музыка, то есть интересную музыку там надо выискивать из огромного числа неинтересной музыки. Есть всякие специализированные фестивали, скажем, All Tomorrow's Parties в Англии или там, скажем, Сонар в Барселоне. Это интересные фестивали, которые как бы рассчитаны на небольшое количество народу, зато это всегда что-то новое, свежее, качественное и так далее. В Америке, наверное, это South by Southwest, которые в Остине проходят весной. В нашей стране, ну, мне трудно сказать, я на таких фестивалях у нас в России, по крайней мере, не было. Ну, вот, скажем, фестивали скиф в Петербурге, я считаю, очень качественное. В Москве что-то периодически проходит, вот, но не уверен, что у нас есть такой регулярный фестиваль. Есть, скажем, Степной Волк раз в год. В этом году Степной Волк, кстати, я думаю, состоится в рамках ярмарки «Музыка Москва» в октябре этого года, где-то в районе 17-20 октября. Там может быть Степной Волк, но это не вполне фестиваль. А что нужно для того, чтобы быть при музыке? Ну, во-первых, надо ее любить, во-вторых, надо обладать определенной настойчивостью в плане того, чтобы в этом музыкальном пространстве удерживаться. Что касается дообразования, ну, вот у нас есть на журфаке МГУ, есть образовательное направление музыкальное журналистическое, есть в Москве еще такая же группа называется RMA, где я тоже иногда преподаю, но тоже есть специализация по-моему продюсерам музыкальной, в общем, есть какие-то штучки, но вот кроме этих двух я вам ничего конкретного посоветую, к сожалению, о том. Юрий Играч, всегда было интересно, какие у меня любимые книги, особенно художественные, не связанные с музыкой. ну, у меня много любимых книг, я вообще очень много читаю, не успеваю прочесть всего, то есть у меня какие-то высицы, невероятные горы просто непрочитанных книг, нацепь, что у меня достаточно традиционалистские вкусы в том, что касается книг, то есть, скажем, если к классической музыке я более или менее равнодушен, и к музыке у меня устремления такие достаточно экстремально экстремистские, то литературу как раз я предпочитаю классическую, думаю, мои любимые писатели Гоголь, я очень люблю Сервантеса, я очень люблю Гоффмана, из литературы 20-го века, ну, там тоже довольно много всего, Герман Гесс, Андрей Платонов, Франц Кавка, из литературы совсем новой, на самом деле, я довольно хорошего мнения, ну, и из наших писателей я, на самом деле, поклонник Пелевина, мне нравятся последние вещи Сорокина, из менее известных могут рекомендовать Александра Терехова, особенно его роман «Немцы», роман «Исенчина», особенно его его роман «Елкишевы», Александра Ильичевского, особенно его роман «Матисс», в общем, то есть, есть что-то почитать, на самом деле. Так, друзья, времени у нас остается не так много, а вопросов дофига, поэтому я сейчас буду очень коротко и перескакивать. Любимые фильмы, любимые режиссеры? Мне нравится Терри Гильям, его фильм «Бразил», мне нравится Клин Дисквуд и как актер, и как режиссер, особенно его фильм «Непрощенный». Мне нравится Вим Бендерс и особенно его фильм «Неподом Берлином». Мне нравится, очень нравится немое кино и всевозможные комики того времени, то есть, Бастер Китон, Чарли Чаплин, Макс Индер, Гарль Клойд и так далее. Мне очень нравится Орсен Уэллс и все, к чему он прикасался, от гражданина Кейна до третьего человека. Из наших режиссеров вот таких вот, что мне безумно нравились, таких нет, но в принципе, в целом хороших фильмов у нас сейчас, по-моему, довольно много. Я вспоминаю, скажем, «Волчок», «Овсянки», фильмы «Звягинцева» и так далее. Я вообще люблю нашу вот эту новую такую некоммерческую артхаузенную кино. Считаю, что оно вполне симпатичное. Опять же, «Шапитос-шоу», «Звездный», «Ворс» и все такое, врачи. Из поэтов я никого не предпочитаю, потому что вообще вот поэзию в напечатанном виде я как-то не особо воспринимаю. Я рад, что Верочка Полоскова, моя лучшая, кстати, студентка, стала исполнять стихи под музыку. Она учитала «Напливая девчонка». Вот. И в таком виде я ее поэзию воспринимаю гораздо лучше. Производством музыкальных клипов я не собираюсь заниматься. Сейчас ли вы сами смотрите и слушаете свои передачи? Практически никогда. Я никогда не видел ни программу «Кафе Обломов», я ни разу не смотрел даже программу «Опыт Рока» год за год. То есть, я себе примерно представляю, что они там делают, думаю, что это очень хорошо, но вот так, чтобы смотреть, не смотрю. У меня, в принципе, моя собственная персона меня не слишком сильно интересует, и смотреть на себя со стороны, тем более на экране, мне никогда интересно. под всякие вопросы, как я отношусь к той или иной группе или новому человеку я буду пропускать, к сожалению. К Винценту Галу я отношусь хорошо и как художник, и как актеру, и как музыканту. Талантливый парень, ну, не могу сказать, что мой абсолютный любимец, но мне, в принципе, нравятся люди, которые пробуют себя в разных МТЛАхахах. Так, дальше поехали. Так, кинорежиссеры, пять же кинорежиссеров, тут что-то пошла какая-то страшная киношная история. Что вы думаете о группах? Согласны ли вы с тем, что за ними будущее живого маналистики и через блок каждый может почувствовать себя журналистом? Ну, наверное, да, наверное, это будущее журналистов. То есть, в принципе, интернет, это будущее морских коммуникаций, то есть, и настоящее, и будущее. Ну, да, что тут скажешь? Против блоков не попрешь. Я, правда, не вижу особой разницы между небольшой статьей и блоком. Скажем, вот то, что я сейчас пишу в новую газету или там на «Эхо Москвы», это называется блоги. Раньше я точно так же писал какие-то вещи, это называлось, скажем, статейка. То есть, в принципе, блог это не более чем обозначение, намекающее на тип размещения данного сочинения. В данном случае в интернете, да? Ну, отлично. Пусть будут блоги, чего кроме того. для чего лично вам блог на «Эхе Москвы», добавляет ли он вам свободу как журналистов, блог никаких отечественных и зарубежных музыкальных журналистов, вам интересно читать, по какой причине. Я не читаю никакие блоги ни отечественных, ни музыкальных, ни журналистов, ни блогеров, никого, у меня на это нет времени. Блог на «Эхе Москвы», ну, то есть, это как бы не какая-то регулярная вещь, что-то в голову приходит, и я дело отправляю. Отправляю обычно по двум адресам, в «Новую газету» и на «Эхе Москвы». Кто из них откликается, тот и печатает. Для чего мне это надо? Это надо просто для того, чтобы высказываться. То есть, очень часто в комментах пишут, что вот я стремлюсь все время о себе напомнить, что вот есть такой троицкий и так далее. Это полная фигня, я на самом деле никогда не стремился к никакой популярности, это примерно то же самое, что деньги, карьера, слава, популярность и так далее. Никогда эти вещи меня особо не трогали. Поэтому, если бы популярности и востребованности у меня было бы меньше, я бы ничуть на это дело не обиделся. А уж специально предпринимать какие-то рывки для того, чтобы меня вспоминали, нет, это существенно ниже моего достоинства. Я пишу в том случае вдруг такая-то тема мною обладевает, очень хочется высказаться, ну, естественно, по известной толстовской формулировке не могу молчать, вот и не могу, вот и взял и отписался. Вот, все дальнейшее уже как бы не от меня зависит. Но на самом деле я рад, что мои эти сочинения, как я замечаю, имеют такой довольно большой резонанс, скажем, и в новой и на эхе они все время собирают какие-то большие и рекордное количество этих прочитываний, кликов или как это называется. Вот, я не могу сказать, что меня это огорчает, скорее радует. Про группу Smiths, про группу Felt, да, разумеется, я знаю группу Felt. А, значит, по поводу опыта рока. Андрей Тимьянов тут спрашивает, про длительные передачи до 2013 года или все закончится в середине 90-х. Не знаю, посмотрим, до середины 90-х продлится точно по поводу нынешнего актуального, но что-то мне подсказывает, что да, что-то мне подсказывает, что когда рубеж под названием 1995 будет пройден, мне будет не хватать этой передачи, штана увлекательная, она для меня тоже полезна, то есть я подчищаю там какие-то вещи, о которых даже не знал, тем более сейчас выходит много всяких переизданий, стал заказывать какие-то пластиночки, которые в свое время не послушал, поскольку они были тогда совершенно недоступны, так что полезная передачка, в том числе и для ее автора, так что думаю, что буду продолжать. собираетесь ли вы по окончании цикла выпустить в бумажном формате все это наподобие на медне, получился бы шикарный, изданный, яркий, красивый альбом, лучше подарок меломану. Ну, насколько мне известно, это примерно то, что делает Гребенщиков со своей радиопрограммой Аэростат, кстати, я забыл про эту программу, когда у нас был вопрос насчет радио, но я не слышал ни одной программы Аэростат, но знаю Горю, я могу предположить, что это интересная и качественная и умная программа. И вот у него, я знаю, вышло уже несколько томов этого радио Аэростата в трехмерном виде, никто мне этого не предлагал, может быть, на самом деле было бы здорово это сделать. Мне, честно говоря, даже идея это в голову не приходило, так что спасибо вам за идею, поговорю с кем-нибудь из издателей, может быть, им это понравится. К тому же на самом деле все уже будет сделано, я там еще все подредактировал, что были у меня там некоторые некоторые помарочки, главное, кое-что я все-таки забывал, несмотря на все старания. Да, отлично, буду стараться. Сливовый кефир спрашивает, как вы относитесь к порнографии? Ничего, очень лояльно отношусь, то есть, если там не что-то особо жуткое, не знаю, зоофилия какая-нибудь, или там какие-нибудь там, эти снаф-мови, с кровопусканиями, то есть, абсолютно спокойно отношусь к порнографии, проблема в другом. И я ее, к сожалению, или к счастью, практически никак не смотрю и не употребляю. то есть, отношение к порнографии у меня благожелательное, но основано на крайне незначительном зрительском опыте. Так, ну, это все, опять же, прогнозы, прогнозы, чего я ожидаю, кто взбудоражит, не знаю, все непредсказуемо. неоднократно говорил я, что если бы его молодость пришлась на наше время, он даже не думал становиться ровно журналистом или музыкально-техническим, а кем бы я стал, кем бы я стал сейчас, не знаю, может быть, ну, вот если в этом году, может быть, я стал бы каким-нибудь активистом политическим или экологическим, может быть, каким-то борцом со справедливостью, я думаю, я стал бы, может быть, даже профессиональным, хотя мне страшно об этом подумать. Что привело вас в политику? Я в политику не приходил, то есть, как бы я всегда был, отчасти в этом, может быть, виноватым в воспитании, у меня все-таки отец был на некоторой степени историком, политологом и так далее, то есть, я всегда, как бы где-то, если по центру моих интересов всегда шла музыка, искусство, культура и так далее, тем не менее, на периферии моего сознания всегда там как-то политика копошилась, то есть, таким человеком синично-аполитичным я никогда не был. К сожалению, сейчас политика становится слишком навязчивой, слишком очевидно блядской, агрессивной, несправедливой, жлобской и так далее, а в самое последнее время она еще очень активно лезет в частную жизнь. То есть, у меня это началось, у меня лично началось в 2011 году, когда на меня стали всякие судебные иски накатываться, сейчас приняли огромное количество совершенно идиотских законов, которые, опять же, позволяют нашей подлой власти решать там все, что угодно по поводу семейной жизни, по поводу духовной жизни и так далее. Скоро, я думаю, уже это уже будет и пользование интернетом, и вообще, какую музыку вы слушаете, какую литературу читаете, это можно, это не, то есть, это уже будет даже не совок похожий, это будет просто конкретно Джордж Орвелл 1984 со старшим братом интернетовским просто у себя в квартире, да, и, кстати говоря, вот все эти фейсбуки и так далее, они очень активно к этому подталкивают, то есть, вы становитесь абсолютно прозрачными и беззащитными и стоите со своей частной жизнью словно голенькими, перед всеми этими мониторами, вот это очень опасно на самом деле, ну и в силу этой ситуации, естественно, тоже как-то повлияло на мое желание более активно вмешиваться и комментировать, исключительно, я повторяю, в качестве комментариев, более активно комментировать текущие политические события. Как вам так удается критиковать Путина и при этом благополучно жить? Хороший вопрос, ответ вам дать на него не могу. Но я думаю, что дело просто в том, что все-таки путинизм, это еще не сталинизм, то есть в чем-то он, по-моему, даже противнее, чем сталинизм, но во многом и в большинстве как бы мягче, то есть все-таки они делают скидку на то, что Россия является частью мирового сообщества и железного занавеса пока что между нами стальным миром нет, и все-таки Северная Корея мы еще окончательно не стали. Думаю, что причина скорее всего в этом, но что касается дальнейшего развития событий, то тут никаких прогнозов дать не могу. Почему вы еще не уехали из России, что вас тут держат? Россия это моя страна. Я ее люблю, я здесь живу, тут живет по-прежнему большинство моих друзей и большинство, даже практически все мои живые родственники, поэтому я не вижу для себя смысла отсюда уезжать. Обычно люди уезжают, если им тут нечего делать. Мне в России есть что делать, причем как в плане профессиональном, чисто человеческом. В конце концов, я очень люблю по России путешествовать. У нас страна замечательная, Москву я не люблю, а российскую провинцию я люблю гораздо больше. Короче говоря, да, стало гораздо тяжелее, стало гораздо противнее. Власть у нас невероятно подлая, циничная, лживая, в последнее время еще и агрессивная во всех проявлениях. но для меня это еще недостаточный стимул для того, чтобы отказаться от жизни у себя на родине. Хотя я не исключаю, что когда придет время это сделать, будет уже поздно. И придется мне жить в каком-то таком уголке своей родины, мне, может быть, жить вовсе и не хотелось бы. будущее страны в ближайшие 10 лет, как я его себе представляю. Но тут на самом деле все очень просто. Если будет продолжаться вот это сползающее статус-кво, то есть вот это путинщина, то у нас будет просто, ребята, полный ужас. То есть Россия станет таким окончательным, бесправным, рабским сырьевым придатком. Власть имущей и какие-то их приспешники у Тури будут экспортировать нефть, газ и все остальное. Все более или менее нормальные люди из России просто свинтят. Работать тут будут исключительно гастарбайтеры, плохо знающие русский язык. Присматривать за всем этим будут менты, силовики и все такое прочее. В общем, это будет, я думаю, самый жуткий период в истории России за все время ее существования. Может быть, менее кровавый, чем сталинщина, но на общем фоне, конечно, максимально убогий. Мне очень не хотелось бы, то есть меня просто бесит эта перспектива. И потому, что мне этого очень не хочется, я стараюсь, по крайней мере, на своем вот этом участке, на своем садике-огородике, я стараюсь сделать все для того, чтобы этого не было, чтобы все-таки наша страна выехала из этой погребной ямы на какую-то столбовую дорогу развития нормального, цивилизованного человечества, где все по-честному или более или менее по-честному, где нет такого воровства, агрессии, насилия, лжи, где есть выборы, где есть суды, где есть возможность человеку самому честно по законам выстраивать свою жизнь. Вот очень хотелось бы. Думаю, что Россия этого более чем заслужила, учитывая и ее культуру, и ее историю. Когда Россия станет страной, в которой не стыдно жить? Вот, собственно говоря, тогда и станет. Но я написал же эту песенку Шойка Путина на нары, и там есть строчка, которой я, в общем-то, можно сказать, даже горжусь, то есть я вообще не поэт, я совершенно ничего, но я там срифмовал текст. И там есть такие две строчки. Ждать перемен можно тысячу лет, если ты сам не расправишь или там не поднимешь на хребет. Естественно, это отсылка к песне своей, то есть у нас во всем мы ждем перемен, ждем перемен. Нефига ждать, надо что-то делать для того, чтобы эти перемены приблизить. То есть или уж тогда уезжать, что, на мой взгляд, худший вариант, но, по крайней мере, тоже по-честному, и как бы, да, это тоже такое законченное логическое действие. А ждать перемен это исключительно убогое, жалкое и беспросветное общество. На вас очень часто подавали в суд за то, как вы говорили о людях, а что вы могли бы сказать о себе. Да, в общем-то, тоже ничего хорошего. Какие у вас творческие планы? Лала Кейр спрашивает. Как вы познакомились с своей женой и что вам в ней понравилось? С женой познакомился довольно давно, в 97-м году, хотя сошлись мы браком не так давно, по-моему, года 4 тому назад у нас двое детей, младшей Лидии скоро будет 3 года. Мне в ней, ну, мне в ней понравилась самостоятельность. Мне нравятся вообще самостоятельные женщины. Я не люблю вот такие, знаете, вот эти типичные папские черты, как тут спрятаться за мужа, вот, да, перед этим долго его пасти, все такое прочее. Я в каком-то смысле придерживаюсь феминистических взглядов на женщин. Люблю женщин умных, самостоятельных, имеющих собственное мнение и вообще делающих собственную жизнь, а не только пекущихся о детях, кухне и так далее. Как и то есть мускритик Андрей Горохову и его книги «Муз Просвет». Читал я эту книгу к Андрею Горохову «Отношусь хорошо». Хотел в свое время его программу «Муз Просвет» перетащить на какие-то наши радиостанции. Кажется, на «Эхо Москве» ничего из этого не получилось. По поводу его оценки музыкальных явлений, как правило, с ним абсолютно не согласен. Я считаю, что это человек с очень узким видением, то есть вот это нравится, это не нравится, это истинно, это не истина. В принципе, такой я бы сказал фундаменталистский взгляд на музыку, который мне абсолютно не близок. Я люблю как-то веселее, мягче, гибче и разнообразнее. Не кажется ли вам, что вы сейчас больше политический эксперт, чем музык-критик? Да, несомненно, я сейчас больше пишу о политике, нежели о музыке, но я делаю радиопередачу, я делаю опыт рока, поэтому я не считаю, что как муск-критик я окончательно деквалифицировался. Так, отомрет ли профессия муск-критика? На эту тему я уже высказывался. Актуальная музыкальная журналистика? Тоже высказывался. Нужны ли Мир и Артемий Троудский, Роберт и Кристгау? Роберт Кристгау это один из самых известных американских рок-журналистов, дружок мой, кстати. Но в виде критиков, эссеистов, музыкальных философов, я повторяю, скорее всего, уже нет. В виде навигаторов по миру музыки и проводников музыкального интернета уверен, что да. Можно ли осознанно тренировать разумное восприимчивость к свежей, нетипичной для себя музыке? Не знаю, не знаю, можно ли тренировать или нет, но, в общем-то, желательно свежую, нетипичную для себя музыку слушать и относиться к ней без предубеждения. Может быть, в этом заключается процесс тренировки. Какие музыкальные журналы вы сегодня читаете? Ни одного музыкального журнала не читаю, в общем-то, интернета мне вполне достаточно. Если бы я был музыкальным менеджером, за какой бы коллектив взялся в РФ и за границей РФ? Вы знаете, иногда, иногда слушаю какие-то совершенно неизвестные, но обычно иностранные группы, становится безумно жалко, что их никто не знает, потому что они очень хорошие. Практически все эти группы я ставлю в программе, которая теперь называется StereoVoodoo. И иногда даже говорю об этом. Вот какие отличные, никто их не знает. Так что послушайте и получите ответ на вопрос. Сколько пластинок и компакт дисков часто ли удается переслушивать старые записи? Очень редко я записи переслушиваю старые, поскольку времени нет, да и желания тоже нет. Переслушиваю в том случае, если они мне для чего-то бывают нужны. дисков очень много. Примерно 30 тысяч CD и 2-3 тысячи миниловых. Так, ну, наверное, отвечу на последние несколько вопросов. К сожалению, останется некоторое количество вопросов неотвеченных, но за мной уже пришла машина типа такси, мне надо ехать на конференцию по музыкальному восприятию, там какие-то будут хирурги, рефлектологи, невропатологи и так далее. Вытащил меня приятель Андрей Бартенев туда, так что идти. Ну, я с вами долго говорил, я не халтурил, я подробно отвечал на все вопросы. Значит, вопросы, которые я не ответил, отправятся в загашничек и будут обязательно в дальнейшем тоже приходят. Обещаю. Сейчас парчик-троечек последних заключительных вопросов. Значит, один вопрос от Дмитрия Заики. Я, кстати говоря, тоже слегка заикаюсь, когда-то, ну, сори, заика это фамилия, конечно, извините, Дмитрий. Да, но я справился с этим, кстати, самостоятельно, врачи мне не помогли, а сам-то я вообще-то делал себе более или менее переборол. Значит, спрашивает, Дмитрий, были ли вашим богатейшим меломанском опыте альбомы или песни, прослушав которые вы испытывали дрожь по телу, панический страх, ужас и поязнь, прослушать эту музыку снова? Да, в общем-то, бывали такие альбомы, но мне наоборот хотелось их слушать опять и опять, потому что мне нравится, когда музыка производит на меня сильное впечатление и начинает действительно мурашки по коже бегать, и волосы шевелиться и так далее. На мой взгляд, это вообще самая лучшая музыка. Поэтому, да, я помню, когда я впервые услышал первый альбом Suicide, я просто, я не мог от него оторваться. Это была такая ужас-терапия. Так что, ну, это мое индивидуальное восприятие, очень может быть, что у других людей с этим совсем по-другому. А по поводу того, чего мне не хочется слушать снова-никогда, так это вот всю попсу. То есть, я заставил себя послушать несколько песен Стаса Михайлова, когда был по телевизору его концерт, то есть, буквально заставил. Потом просто меня стало мутить от этого, и я понял, что никогда больше в жизни я гадости услышать не могу. Это просто отрава, то есть, это реальная звучащая отрава. Я же не мазохист, я же не самоубийца. Конечно, этого слушать нельзя. слушаете ли вы джаз? Очень редко, очень редко, и опять же, только по мере необходимости. И, наконец, Йон Йонсон. Вы в передаче неоднократно замечали, что помимо сугубого музыкального содержания глотинок, вы, приобретая диск, обращали внимание на любое название группы альбомов или на его оформление. Были ли дисков и нелки, которые вызывали реальный восторг? Ну, по поводу реального восторга, да, наверное, бывает такое оформление, которое можно считать просто законченным произведением визуального искусства. Довольно редко это бывает, но в качестве чего-то такого, что заставляет диск купить, это бывает очень и очень часто. То есть, я уже давно заметил, что все-таки оформление и музыка до некоторой степени имеют какую-то подаемную связь. Чаще всего иногда я на этом страшно прокалывался, то есть, в пластинке с шикарной обложкой, это меня сильно интриговало, покупал, распечатывал, слушал и приходил в состояние полнейшей тоски. Такое тоже было, к сожалению. Ну, и, наконец, последний вопрос. Ваше отношение к норвежскому блэк-металу и волне поджогов христианских церквей в Норвегии в начале 90-х годов прошлого века. Вы знаете, я один раз в жизни был на концерте одной из главных норвежских блэк-металлических групп, группы Мейхен. Это было, кстати, в самой Норвегии, в городе Стансвагер, по-моему, в общем, такой городок на берегу моря, такой тоже маршновальный, стоит на фиордах, там какие-то нефтеналитные вышки и так далее, очень подходящее место. Концерт произвел на меня сильнейшее впечатление, то есть там на самом деле на сцене происходило реальное членовредительство, лились потоки крови, были какие-то вот эти жучайшие все эти ритуальности, какие-то патологические викинги мотались по сцене, ну, я не скажу, что это был самый лучший концерт в моей жизни, потому что в музыкальном отношении это было, конечно, крайне утомительно, хотя тоже на некоторой степени производили впечатление, но по такому вот впечатлению типа «это съедает вас заживо», пожалуй, это был самый впечатляющий концерт, так что в общем-то к норвежскому блэк-металу я отношусь не как к музыкальному явлению, а как к какому-то проявлению черной стихии, какой-то антиматерии, значит, и нападению душ мертвых викингов, вот, это все на самом деле очень забавно. Что касается до поджогов в церкви, то я думаю, ну, тут они, конечно, перегнули палку, тем, есть одна отличная эстонская картина на ветролы как раз с горящей юзеранской кирхой, она мне очень нравится, потому что такие зайчики сидят и с любопытством смотрят на происходящее. Всего наилучшего, это был Артемий Метрович, на все остальные вопросы отвечу, скорее всего, уже в сентябре. Всем прекрасного лета желаю, замечательных сессий, интересных каникул для тех, кто учится, ну, а для тех, кто уже отучился, просто веселого и нежного времяпрепровождения в самый расслабленный из сезонов. Пока! Спасибо вам большое за ваши вопросы и вообще за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова